Хочешь изменить свою жизнь и освоить интересную и хорошо оплачиваемую профессию дизайнера, но совершенно не представляешь, с чего тебе начать, я помогу. И сделаю это совершенно бесплатно. Переходи на мой канал и смотри авторский курс по программе CorelDro от нуля до профессионала. Ты освоишь программу, научишься работать с иллюстрацией и полиграфией, создашь свое собственное портфолио и уже сможешь начать работать и зарабатывать. Хочешь на фрилансе, а хочешь в офисе. Решай сам. Пользуйся, пока бесплатно. В этом уроке поговорим о привязке. Привязка нужна для того, чтобы выравнивать объекты по вертикали, горизонтали, расставлять одинаковые промежутки между ними и так далее. Давайте покажем на примере. Создадим несколько фигур разных. Допустим так. Для более запоминающегося вида раскрасим их в разные цвета. И последний кружочек. Вот такой у нас будет. Привязка у нас находится вот здесь, вот в панели инструментов сверху. Привязателька и выпадающий список. Пойдем по порядку. Выберем сначала привязку к сетке. Вот мы ее выбрали, пока ничего не изменилось, потому что нам нужно включить саму сетку. Рядышком привязать к... Выбираем сетку. И вот она у нас включилась по всему нашему документу. Не только по рабочей зоне, но и везде, где только можно. По умолчанию сетка стоит 5 на 5 миллиметров. То есть это как клеточки в тетрадке. И конечно же это все можно менять. Заходим в макет. Параметры документа. И вот здесь у нас есть сетка. И тут вот мы можем задать толщину квадратика. Точнее размер его. Ну как обычно здесь не нужно ничего менять. Если уже вы конечно же не работаете с какими-то супер точными чертежами. И вам необходима прям идентичная точность. Поэтому мы сейчас ничего не трогаем. Как работает привязка. Смотрите. Возьмем например вот этот кружочек. И если мы его куда-нибудь потащим. Мы увидим как у нас автоматически кружочек немножко подтягивается к краю клеточек. Если сделаем его немножко поменьше. Будет еще более заметно. Очень удобно так же выставлять интервал по этим клеточкам. То есть вот мы один сделали. Ctrl-C, Ctrl-V. И хоп. Уже можем поставить вот сюда второй. И так далее вниз. У нас будет видно какое расстояние по этим клеточкам. Выравнивание и другие какие-то моменты. Следующая привязка это базовые линии. Отключаем сетку. Включаем базовые линии. И здесь мы тоже сетку отключим. Что такое базовые линии. Например, вот у нас есть объект большой. Есть вот такой вот маленький. Если мы его возьмем. Видите. У нас к верхней и нижней границе этот объект будет притягиваться. Это так же очень удобно при построении различных макетов. Следующая привязка. Направляющие. Направляющие у нас вытягиваются из линейки. Вот здесь вот сверху и снизу. Если мы зажмем левую клавишу мыши и потянем. У нас появится вот такая пунктирная линия. На макете в печати ее видно не будет. Она нужна только для того, чтобы помочь вам в выравнивании. И так же с этой стороны. Так же направляющие можно сделать и по диагонали. Если нажать на нее. Видите. У нас появляется вот такая штучка. Которая будет ее крутить. И центр где у нас она будет крутиться. Если мы его передвинем. То центр смещения будет здесь. Потянем. И вот у нас направляющие уже стало по диагонали. И что касается привязки. Теперь если мы возьмем кружочек. Как видите. Он будет подтягиваться к этим самым направляющим. Это очень удобно в работе с текстом. Например. Когда вы делаете какие-то полиграфические материалы. Если сказать честно. Я пользуюсь практически только привязкой к направляющим. Потому что для меня это самый удобный способ. И горячие клавиши еще. Следующая привязка. Объекты. Если мы возьмем какой-нибудь объект. И начнем его двигать относительно других объектов. Видите. У нас появляется такая. Не слишком яркая полосочка. Которая показывает. Что вот вы сейчас находитесь. На уровне вот этого объекта. Или вот этого объекта. Это тоже очень удобно. Сейчас вы видите. Сразу несколько объектов подхватил. Эти вот маленькие направляющие. Тоже очень важны. И следующая привязка. Это привязка к странице. Вот у нас есть страница. Которую мы создали. Когда создавали документ в самом начале. И мы можем относительно нее. Уже выравнивать объекты. Он будет автоматически подтягиваться. Краешку страницы. И теперь расскажу о привязке по горячим клавишам. Точнее это даже не привязка. А выравнивание. Которым очень удобно пользоваться. Без всяких направляющих. И всего остального. Кстати направляющие тоже можно удалить. Если мы на нее нажмем. Она видите выделилась красным цветом. Нажимаем delete. И все. Ее больше нет. Она нам не мешает. Итак. Выделим группу объектов. И если мы нажмем клавишу C. Они встанут ровно по вертикали. Если мы хотим выровнять по горизонтали. Выберем например вот этот объект. Это давайте вот этот еще сюда поставим. И куда-нибудь сюда вот этот. И вот так. Можно. В общем выбираем вот эти объекты. Нажимаем клавишу E. Английскую. И все объекты у нас. Относительно центра. Там где они были. Выровнялись по горизонтали. Это очень удобный способ. Запомните эти горячие клавиши. Потому что вы будете пользоваться ими. Очень часто. Также еще хотелось бы добавить горячие клавиши. Которые создают одинаковый интервал между объектами. Вот это давайте поставим вот сюда куда-нибудь. Выделим снова наша группа объектов. И нажмем сочетание клавиш. Shift-P. Так. Что-то у нас не сработало. Давайте создадим какие-то новые объектики. Выделим их. И зажмем Shift-P. Видите, у нас интервал между нашими объектами стал одинаковый. Также можно сделать и по вертикали. Поставим вразновой. Выделим. И нажмем Shift-A. И у нас стало расстояние одинаковое уже по вертикали. Так. Все-таки хочется разобраться, почему здесь не сработало. Давайте еще раз попробуем мытелем. И Shift-P. А, вот. Все сработало. Видимо, я не очень хорошо нажала на клавишу просто. Вот эти выравнивания, привязки. Они очень нужны. И советую этот урок хорошенечко закрепить. Что я взял? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok